Как замечательно сказал святитель Феофан Затворник, ведь сам Христос был крестоносителем, а потому все, кто хочет идти за Ним, тоже должны уметь нести крест. И вот через этот крест мы спасаемся. Подобно тому, как спасается человек через крест, принесенный Христом, через его жертву, через искупление грехов рода человеческого. Величайшая премудрость заложена в этот символ спасения, в крест Христов. И нам нужно стараться принимать возлагаемые на нас свыше кресты с доверием Господу. Ни в коем случае никогда не роптать, никогда не опускать руки, не сдаваться перед трудными обстоятельствами, но вспоминая крест Христов, мужественно идти по жизни, зная, что крест когда-то с тебя будет снят. И снимается он не автоматически, а в ответ на наши усилия, на нашу веру, на наше доверие к Богу. Каждый человек проходит через скорби, где бы он ни жил, в каком бы обществе, в каком государстве. Это есть некая данность, от которой человечество не может освободить ничто. Вот люди старшего поколения и среднего поколения, жившие в Советском Союзе, помнят, как нас учили о том, что наступит светлое будущее, коммунизм, это жизнь счастливая, в достатке, каждый будет иметь по своим потребностям, все, что нужно, будет иметь. Но не могли тогдашние философы и политики ответить на простой вопрос, а как со страданиями человека? Они тоже уйдут. И об этом старались не говорить, как старались не говорить и о смерти. Но и смерти, и страдания – это часть человеческого бытия. Нету человека, который бы через страдания не проходил. И вот христианское послание помогает людям решать самую, может быть, сложную задачу. Задачу преодоления скорби и страдания в своей жизни. Вот почему для нас крест Христов – это не символ казни, не символ гибели, а символ спасения. И силой крестной мы способны побеждать, в том числе и тяжкие обстоятельства нашей жизни, духовно расти, а значит, и следовать за Христом. Субтитры создавал DimaTorzok